Я представляю атомтрическую традицию Шрику, которая принадлежит одному из духовных мероприятий. На прошлом беседе мы говорили вообще о том, как это происходит атомтрическое направление. То есть каковы были источники тантризма в Древней Индии, какими были ранние направления тантры, в конечном итоге что-то развернулось, какие существовали направления тантры в Средневековье, то, каким образом тантра стала знакома на Западе и что из этого получилось. Честно говоря, ничего хорошего. Мы посмотрим, что получится дальше. Сегодняшняя наша беседа будет более предметной. Мы будем немножко сузить спектр нашего внимания. Мы поговорим конкретно о какого-то, о каком-то деле мы говорим. С вопросом стоило вам поискать по сайту или в какой-то литературе, или если вы загляните даже в какие-то доступные русскоязычные источники, то даже в самых популярных книгах или наоборот, в самых каких-то академических трудах вы встретите упоминание о том, что тантра является самым авторитетным тантрическим направлением. Почему тантра? Ну, фактически, она является квинтэссенцией танка и образцом для подражания всех остальных тантрических направлений. Как так получилось? В прошлый раз мы говорили о том, что к тантрическим направлениям можно отнести даже те направления, которые себя тантрическими не считают и не называют. То есть такие, как бенгальский вайшнавизм, которые у нас называют кришнавизмом. Такие направления, как вайшнавизм Пушти Марк, то есть школа Валхачарьи. Такие направления, как Шайба Сидханта и Сидха Сидханта, то есть они в основе своей тоже тантрические. И даже такое широко известное направление, которое фактически у многих ассоциируется с индуизмом вообще, как Адвайта Веданта, Шанкар Ачарьи, тоже в основе своей, в принципе, все эти направления имеют кого-то. Как так получилось? Получилось очень просто. В прошлый раз мы говорили о том, что основная идея, вот откуда вообще взялась сама школа Каула, что она взяла за образец все практики и принципы школы Капалика, которая тоже сама по себе на тот день была интегративной и включила в себя методы, принципы, идеи, парадигмы различных направлений, а именно ведических, традиционных шиваитских, традиционных шептийских, какие-то локальные племенные культы, все это собрало вместе. И кроме этого использовала такой мощный инструмент, как йогу, традиционную фанеша. И вот фактически школа Каула, она в общем-то с самого начала этим не славилась, что она была как бы неким синтезом всего лучшего того, что существовало на момент ее возникновения. Ну и естественно она на этом не остановилась и на протяжении практически всех лет, начиная с вот века с четвертого-пятого, когда появляются первые школы, которые можно назвать каулическими и патрическими, и по сегодняшний день школа Каула отличается от всех остальных своей высокой степенью интегративности. Она практически никогда не вступает в противоречие с другими традициями, тем не менее она имеет такое свойство включать в себя абсолютно все, с чем она сталкивается. При этом это никогда не носило характер некоего винегрета, то есть мы набираем всего-всего, мы мешаем в кучу, нет. То есть что у нее было хорошо, это то, что она имела некий стержень, стержень идей, стержень практик, на которые нанизывалось как на шампур. Все остальное в результате получался вполне себе такой духовный шашлык, который, с одной стороны, имел очень прочное, как бы жесткое основание, то есть некую стержневую идею, а вот все остальные, они, в общем так, наращиваясь на нее, образовывали такое прочное тело самой традиции, которое видоизменялось в соответствии с временем, местом, обстоятельствами, но, тем не менее, сохранял постоянно неизменными некие сущностные черты, но сущностные осознания. Чем началось, прежде всего, от всех остальных? Ну, самое главное, наверное, это тот принцип, который был характерен именно для нее, и то есть та идея, которую искал от антризма, почерпули многие другие направления. Эта идея на соскрытие звучит так. Нельзя поклоняться Богу, не будучи Богом. Только будучи Богом, можно поклоняться Богу. То есть это очень важный момент. То есть это принципиал мне это сказал. Это то, что позволяет чем-то сказать, что это направление является каолическим с тантрой, если оно всегда как-то таким позициональным. И в то же время, наоборот, всякий раз, когда мы сталкиваемся с неким тантрическим направлением, которое в качестве основы выстраивания отношений между Богом и человеком, берет принцип «Бог большой, я маленький», то есть Бог где-то там, а я где-то тут. Вот я вот в своих тварных обещанных качествах, или как это принято было иногда уже позиционировать в раннем христианстве, что между Творцом и Тварию пропасть в виде самого творения. Эта пропасть непреодолима по умолчанию. То есть к Божеству можно приблизиться, с Ним можно вступить в контакт, от Него можно что-то получить, к Нему можно устрелиться, Его можно пытаться познавать, но тем не менее Его на приоре не познаваем и не достижим. То есть это то, что очень сильно отличает Калуа Тантру от всех остальных направлений. И именно эта идея была, собственно, сущностной основой как пути, так и плода. То есть, соответственно, с точки зрения Калуа Тантры, что являлось путем? Путем являлось преображение, то есть некая трансформация, в результате которой мы достигаем боготожности. Соответственно, что является плодом? Плодом является это самое боготожности, которое выражается в том, что мы обретаем ту или иную степень, как это можно сказать, в мукте, освобождение. То есть, все, наверное, слышали это слово мокши, возможно, все слышали какие-то различные спекуляции вокруг него. Тем не менее, Тантра Шастра наука точна, хотя бы потому, что существует ряд основополагающих текстов, авторитетных, которые так и называются Шастра Хармана, безусловно, авторитетные тексты. Согласно этим текстам существует несколько видов или несколько стадий освобождения. Я думаю, вам это должно быть интересно, поэтому мы сейчас это запишем. Давайте. Мукти или мокши. Что дословно означает освобождение? Свободное. Вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что согласно Капаликам, то есть не Капаликам, согласно учению Пашурпатов, так же, как и в буддизме, это освобождение, оно всегда было слегка с однаком минусом. Почему? Потому что, если мы исходили из того, что основа человеческого бытия, основа существования вообще живых существ, это страдание. То есть, в страдании рождаемся, в страдании существуем, в страдании погибаем, в страдании перерождаемся заново, и так бесконечно. И, собственно, как у буддистов, так и у ранних Пашурпатов, у них основой освобождения было как раз это вырваться, из этого круга перерождений, вырваться из этого бесконечного цикла страданий, постоянного заболевания. здесь же, что отличало очень сильно, как Капаликов, так и Кау, это то, что во главу угла строился плюс, некая положительная идея, а не отрицательная. То есть, свобода не от, свобода для, свобода для чьих. То есть, прежде всего, какое качество у свободы, каковы уровни этого бухты, или Бога. То есть, первое. Салокия. Салокия, дословно, означает сопространство. То есть, нахождение в одном пространстве. В одном пространстве с кем? Со своим Божеством. То есть, с тем, что для меня является идеалом, с тем, что является для меня неким искомым образом, с тем, на что я родняюсь, как бы, что является для меня миром и всех вещей. То есть, моего морально-этического какого-то императива. То есть, моего понимания духовности, моего понимания Дхарди, Симадхарди. Вот это есть мир Богов, куда может попасть человек после смерти. То, фактически, эта идея является той же, что и идея Салокия. Но, в плане, например, от антрического, калорического мучения, это приобретает несколько иное тема. То есть, Сакашины не обязательны, чтобы это было после смерти, после разрушения физического тела. Почему? Потому что Салокий фактически будет являться переживание себя, то есть, своего бытия, присутствия и бытия Бога. И если мы говорили о том, что основной целью Дхаркава, все-таки, Семья являлась Дхаркава Тардика, являлась Бога реализация, то для нас это могло быть фактически первым шагом приближения к тому идеалу, к которому мы стремимся. То есть, мы еще не тождественны Божеству полностью, но мы уже ощущаем Его присутствие. То есть, мы участвуем в Его актах творения, охранения и разрушения, мы свидетельствуем, как минимум, акт творения, поддержания и разрушения Божьего Божества. То есть, мы находимся рядом с Ним, мы разделяем все, как бы то, что происходит в Его коре действия. Следующий уровень. Самибия. Самибия, вот это уже то, что для абраамических религий или для каких-то двойственных течений, наверное, было бы уже там уровнем кощунства. Почему? Потому что самибия – это перенятие на себя или реализация неких качеств и атрибутов Божества. То есть, это может касаться, как и внешнего восходства, то есть, человек может внешнему подоблявшему Божеству. Это может касаться каких-то отдельных черт, то есть, способностей или ситхи, в которых были бы реализованы человек. То есть, человек, долгое время медитируя на своё Божество, практикуя определённые практики, он достигал тех возможностей, которые, по крайней мере, в идеале приписывались этому самому Божеству. То есть, он был способен. То есть, он реализовывал некий потенциал, который можно было развернуть, некий акт творения или манифестации. Как вы понимаете, то есть, это очень серьёзный был вызов и очень серьёзный прогресс по сравнению даже с уровнем Сологи. Потому что Сологи, всё-таки, с точки зрения человека, как не деятеля, это всё-таки пассивное присутствие в поле действия Божества, которое и есть деятель, а человек, который не деятел, он максимум, как я уже говорил, высокий сутствие, находится там, в состоянии всё это видеть, переживать, и участвовать в этом. Но опять-таки, в роли как бы не активного и вдоха, а в роли некой фигуры, которая может поставить. Иметь к этому некое отношение. то есть, самитя, или, как ещё есть, какой вариант этого слова, садиши, садиши от дыши, то есть видеть. То есть, фактически, это означало то, что человек, даже внешне, либо в своей внешности, либо в определённых каких-то своих проявлениях, уподобляется Божеству, и это видно другим. То есть, те, кто смотрят на него извне, они понимают, что этот человек проявляет некие аркачества, или как бы ему, у него присутствуют некие отриумки того Божества, о котором ему будет речь. Ещё более высокий уровень. Саюджи. Саюджи. Здесь корень юдж, или юг, тот же, что и в слове йога. То есть, юг означает соединять вместе, так, чтобы то, что было по отдельности, становилось некой системой, которая будет обладать принципиально именем качестве. Значит, но в данном случае, совершенно необязательно трактовать сразу настолько глубоко, по большому счёту, слово Саюджи имеет в русском языке очень похожее по звучанию слово, которое означает, как действительно, то же, то есть, поэтому Саюджи, по большому счёту, означало, фактически, полное слияние джилы, то есть, души, живого существа, со своим Божеством, со своим Душтадевом, на котором он медитировал, и качество которого пытался реализовать. То есть, видите, как получается, даже если брать, это как некую лесенку, то есть, первым делом, человек начинает практиковать, устремляясь к своему Иштадеву, вначале он реализует близость с Божеством, либо просто, как бы, он чувствует это как некую веху, как этап на своём пути, ощущение или переживание себя в постранстве этого Божества. Следующий уровень, некоторое качество Божества становится ему доступным, он способен проявляться к этому Божеству, в чём-то, вот, он начинает ему подавляться. И, наконец, союниче. Это тот уровень, когда практически разница между человеком и Божеством нет. Что здесь, можно сказать, цинично так, что здесь хорошо, что здесь плохо? Хорошо то, что соединение с Божеством, безусловно, можно рассматривать как искомый результат. Да, вот я был некой ограниченной формой, я был некой ограниченной сущностью, вот, теперь я слился со своим Божеством, я составляю с ним единое целое. С другой стороны, вы знаете, как есть история про соляную куклу, что соляная кукла подошла к океану и подумала, ой, как интересно. Вот, надо попробовать, у меня не было никогда такого экспириенса. То есть, ну, как его попробовать? Ну, потрогала, вроде ничего не произошло. Она подумала, мне, наверное, нужен какой-то некий более глубокий. И она пошла в него. Ну, вот, когда она начала входить, у нее, конечно, появилось некое новое ощущение. Вот, как это будет на санскрите, алая, да, растворение. Но у нее это не вызывало никакого беспокойства. И вот чем дальше эта соляная кукла вступала в океан, она в него погружалась и постепенно растворялась. У нее это не вызывало никаких неприятных ощущений. Но вот в тот момент, когда ей показалось, что вот-вот-вот, вот это неуловимое, где-то оно сейчас будет, то в этот момент перестал существовать тот, кто мог бы оценить, а что, собственно, произошло. То есть уже как бы тот свидетель, или тот некий активный участник, который пытался что-то получить для себя, получить некий новый опыт, он растворился. Соответственно, произошло разрушение личностных характеристик и, с одной стороны, реализация, а с другой стороны, фактическая смерть. Почему? Смерть индивидуума. И в этом плане вы должны вспомнить схему, которая придерживалась большинство индийских учений. Схема личности. Схема личности. Потому что, согласно этой карте, личность человека состоит из трех взаимодополняющих схем. это бодхи, ахамкара и манас. Бодхи от слова мудх, пробуждаться. Ахамкара от слова ахам, то есть я. Ахамкара означает, в данном случае, действие. И манас. Манас. Манас – это моно, ум. Ум, как бы, или некий мыслительный процесс. Так вот, глубоко копнув в эту идею, то есть трех стадий, или трех уровней сознания, мы можем с некой оторопой убедиться, что она практически соответствует психоаналитическим регионам на личность. А именно, есть некое Я, есть некое подсознание, есть некое сверхсознание. Так вот, по большому счету, если как бы еще глубже копнуть вот в эту идею и подумать, из чего же, собственно, состоит наше Я, то получится, что есть некая бодхи, которая, по большому счету, действительно тождественно божественна. Как говорят, что каждая джина есть щила в своей основе, то есть потенциально. А вот манас, наоборот, это то, что вовлечено в процесс сотворения карм, новых карм и участие в этих кармах, то есть получение как бы результата, то есть совершение действий и принятие на себя плодового тех действий. То есть вот манас, он постоянно вовлечен в него. Он постоянно получает информацию через солнечные ленды, то есть через возможность видеть, слышать, обонять, ослезать, пробовать на вкус. И с другой стороны, он постоянно проявляется через свои органы действия, то есть руки, ноги, язык, половые органы. А хамкара – это некая виртуальная, ну, не знаю, как сказали бы, компьютерчики, некая облачная структура, которая реально не существует, а проявляется на неком стыке вот этого сверхсознания, которое тождественно божеству, и этого манаса, который занят исключительно сиими ногами, то есть стимулы реакции, как психиористы сказали. То есть вот оно, тварное существование, и вот оно, божественное осознание. А вот ахамкара, оно на их стыке. И поэтому ахамкара, нельзя сказать, что она некая фиксированная структура. Она постоянно колеблется, и постоянно сдвигается. То есть как только мы больше вовлеклись в какую-то кармическую деятельность, в нашей ахамкаре больше манаса. Как только мы, наоборот, мы абстрагировались, и наши устремления стали менее горизонтальными, и более вертикальными, наша ахамкара преобладает качество нашего же бодхи. Вот. Соответственно, что происходит на уровне союзного? То есть манас теряет контроль над ахамкарами, и ахамкара почти полностью сдвигается в сторону бодхи. Почему? Потому что это бодхи, оно, даже нельзя сказать, что оно индивидуальное. Оно скорее имеет качество некого канала, которое выходит на бодхи с большой буквы, то есть на сверхсознание вообще. Поэтому по большому счёту можно сказать, что бодхи даже, это уже не личная структура, в отличие от манаса. Вот манас, он принадлежит отдельному существу, отдельной твари. Вот. Ахамкара, в общем-то, тоже да. А вот бодхи, это уже скорее та точка контакта, через которую человек присоединяется к божеству как такову, к божественному сознанию. И вот когда ахамкара перестаёт быть ограниченной рамками манаса, и сдвигается сюда в бодхи, есть очень серьёзный риск, что она разрушится полностью. Почему? А в ней не будет никакой необходимость. То есть зачем? Разве она не живёт сильными, разве она не имеет тварных желаний, тварных страхов, тварных сомнений, то, соответственно, всё тварное в человеке практически перестало существовать. То есть память, которая является основой нашей сансары, как такового ограниченного существования, то есть наши санскары и масаны, то есть некие давлеющие идеи и некие впечатления, которые и те, и другие являются результатом нашего ограниченного опыта, и, соответственно, продолжают нас ограничивать дальше. То есть они уже не имеют нам вообще никакой власть, более того, почти не имеют нам никакого ограничения. Вот, соответственно, и получается, что на уровне союзия человек становится Богом, но с очень высокой долей вероятностью перестаёт существовать в рабочем. И вот Бог остаётся, а человек – оказывается. То есть так же, как произошло с той собой. Да. Извините, а что в этот момент видят другие? Какая разница? Может быть, все уже тут божества, а я это, наблюдаю просто людей. Как я одно сказал Балахшама Раджу, что Господь Сила в своей бесконечной свободе проявляться, проявляться в том числе и как бесконечное количество самоограничений, которые ограничивают сами себя и друг друга, но в то же время абсолютно никак не влияют ограничивающим образом на то, что являлось источником всей этой игры. То есть как бы она одновременно и существует, и не существует одновременно. То есть основа источника этого самого – он не вовлечён, он всегда источник. Но вот то, что вовлечено, оно участвует, и для него абсолютно всё всерьёз. То есть вот как это? Просто мырия рыдает, моя душа рыдает вместе с ним. Хосе Игнасио там где-то умирает. Я тысячу раз убирал до конца серии. Имеет ли это какое-то отношение к объективной реальности? Ну, не отходим, но приятно, приятно. Вовлекаемся – вовлекаемся. Потом долго отходим – да, долго отходим. И самое страшное другое, что потом во всю жизнь на нас подспуну хоть чуть-чуть давление. Мы уже 300 раз забыли вроде бы о глубине души. Там некая СМСКА она положилась – и всё. Значит, мы уже никогда не будем другими. Мы уже знаем, кто такой Хосе Игнасио. Ужас. Так вот. Говорил Жванецкий, чего больше всего хочется, когда влезешь на самый верх? Я – плюнуть в волосы. И, наверное, очень многие люди, которые устремляются по этой некой виртуальной пирамиде в Слизулех, они имеют вот эту вот такую вот подлую мелкую мысличку, что я выберу, стоя наверх стану Ишварем. Вот реализую там три качества Ишвари, а именно всемогущество, бездесущность, сознание, и буду на всех остальных смотреть. Ну, как на тваре, как тварец на тваре. Нормально. Нормально. Но вот, что говорят даже совсем не тантриста, а вообще суфии, которые, в общем-то, теоретически аварамическое направление, и вроде бы у них и не должно быть таких идей, а тем не менее, одна совершенно тантрическая идея у них есть. Это идея, так называемых, четырех путей. То есть, путь первый – это путешествие тварей, в теле тварей. Путь второй – это путь тварей к Богу. Путь третий – это путешествие достигшего Бога к Боге. И путь четвертый – это путь от Бога, обратно к тваре. Потому что, если вы стали источником, даже если вы хотя бы частично стали источником, вы не можете уже абстрагироваться и сказать, вот я тут, ежели то, которое я не делал, как-то галохвастом. Вы неизменно и совершенно необратимо будете испытывать ощущение сопричастности ко всему тому, что происходит. Потому что вы переживаете не локальность, вы переживаете состояние ответственности абсолютно за всё, что вы реализовали и на что вы пытались до этого, может быть, думали, мечтали, что будете смотреть на это сверху вниз. А теперь не сверху вниз. То есть теперь вы это всё. И вот это вот состояние, когда, в общем-то, теоретически личность должна быть полностью разрушена, но тем не менее этого не произошло. И человек, в общем-то, с одной стороны оставаясь самим собой, с другой стороны переживает и соучаствует во всех фактах творения, которые только есть, и манифестируется вместе со всем происходящим. Вот такое ощущение, вот, как бы, соп бытия с Богом, без разрушения личностных характеристик, а скорее, как, некий потенциал бесконечного расширения и бесконечного, как бы, вот, самопознания и самопребывания души в Боге и Богом. То есть самого себя в себе, переживая всё, как самого себя. Вот такое состояние называется саморасия. Саморасия – это слово «раса», вкус. И, по большому счёту, если переводить это более-менее корректно на русский язык, то получится вечно, как и совкусие. То есть, да, формально я остаюсь. Для всех остальных, вот, как вы сказали, что видят другие? Другие видят ту же самую форму. Другие видят, может быть, несколько изменившееся поведение, а, может быть, и не видят. Если я не захочу, то я и не покажу. И они наблюдают существование, вроде бы, ограниченного бытия, ограниченного человека. На самом же деле, этот человек, по крайней мере, сам в собственных качествах, в собственном сознании, пребывает в неразрывном единстве с Божеством в себе и с бытием, как таковы. И вот это ощущение, вот это переживание, которое в реализации называется саморасия. Со вкуси, со бытием, со причастностью. Вот. Вырос на мною школы, кавы, с которыми вы можете столкнуться. Как я уже говорил в прошлый раз, было их много, но до наших дней, до живых не так вот много. И уже, скажем так, даже на среднем векове, от большинства тех школ, которые объединяли на уровне седьмого, восьмого, восьмого, двенадцатого, десятого века, осталось только малое домико. Все школы, которые остались кавырически на сегодняшний день, и даже уже, наверное, где-то начиная с тринадцатого и после веков, это все были школы шахтистские. Помните, мы говорим, что существовала школа это все шахты. Это школы, где в качестве основного божества, основного идеала, того, к чему все стремятся, то, что все хотят реализовать, это та или иная форма шахты, богини. Почему? Ну, как шахты говорят, не то, чтобы они не верили в Шиву или какой-то мужской принцип. Да, но они говорят, что мужской принцип – это чистое сознание. Чистое сознание всегда трансцендентно материальному миру. Поэтому, с точки зрения Ашах, любое проявленное, все явленное есть Матерь, то есть есть Дэй, есть Богиня. Ну и, в общем-то, не согласиться с этим не трудно. Если вы вспомнили даже самую рассовременную физику, то вы вспомнили, что основой материального мира являются волны и частицы с точки зрения шахтов – это и есть шахты. Это сила. Это сила с большой буквы, которая сама себе сила и источник всех остальных сил. И опять-таки, если мы вспомним ту же физику, ну, действительно, мир, вообще-то, как бы, это есть некое гармонично уравновешенное взаимодействие от самых различных сил, которые удерживаются в состоянии некого дня остался. Эти силы частично центробежные, частично центростремительные, так или иначе, в некоем равновесии мир существует. То есть вот эти силы, частицы – это силовые поля, кристаллические решетки. То есть все удерживаются исключительно на взаимодействии этих сил между собой. То есть мир – это гигантская коммуникация всей. С точки зрения шахт, мир – это гигантская коммуникация различных шахт между собой, а все мы вместе образуют тело одной едино-гигантской богини, богиня де чакт, которая тождественна и материальному, и нематериальному. То есть она и в миру, и весь мир, и она намерская, пустое суть. То есть и в высших своих проявлениях он балансирует на грамоте с универтого, то есть неявного, незаминального и явленного материального. То есть фермина. И уже за пределами этого всего есть некий мышц под принцип, которое есть в чистое сознание, не ранжевое, то есть которое вообще абсолютно никак не затронуло по материальному материалу истину, не имеет прямого отношения к материальному миру, и может быть поздно только опять-таки на уровне сознания. Основных школ, как соответственно и богинь, которые являются стерженью, как бы идеал, и иштаделата, то есть избранной божественной для этих трех традиций, являются совместными. И на каре здесь воду каре, а слово каре, то есть время. Но точно так же его выводят и от другого слова. Слово кар, то есть как человек. То есть эти слова записываются абсолютно на один вопрос. То есть по большому счёту, каре – это тьма и время одновременно. То есть получается, что в её имени уже заключено и время, и пространство. То есть оно и есть пространство-новременное континент. И, в общем-то, как бы остаётся только, ну я не знаю, там, изумиться и поразиться очередной раз мудрости древних, которые узнали более двух тысяч лет назад, то, о чём мы, в общем-то, только сейчас приблизительно начали догадываться. Ну и как бы, если кто и интересовался последними достижениями, это астрофизики. В последнее время астрофизики говорят, что главный 90% Вселенной – это так называемая некая чёрная материя, о которой толком ничего нельзя сказать, кроме того, что она на чём-то здесь. Поэтому, в частности, наш учитер, который по совместительству является профессором физики, квантовым, калликулярным и ядерным, и был в зале кафедры теории относительности университета в Усаке, до того, как полностью оставил его учебу, и он говорит приблизительно то же самое, что, в общем-то, время и пространство – это и есть право. То есть это и есть право. А то, что мы можем видеть, всё, в чём мы можем вступать непосредственно его взаимодействовать и взаимодействовать в заворудованных чувств – это её частично направление. Но как бы без понимания того, что является источником, без понимания того, что является сутью, сущностью, как бы природой всех вещей, полное знание о феноменах этого мира, конечно, тоже мало знаний. Поэтому, по большому счёту, основной традицией Кари-Видии является богиня Кари, как некий источник всего, ей поклоняются, по крайней мере, с этого начинали, на неё равняются, на неё инвестируют, с ней отождествляются и пытаются реализовать те качества и атрибуты, которые описываются её отдельную форму и людей, как абсолютно, в конечном году. Школа Тара-Видия появилась несколько позже и, очевидно, как результат взаимодействия буддийских и индийских тандрических школ. Здесь следует, наверное, сказать о том, что на определённый момент, как мы говорили в прошлый раз, буддийские школы, самые разнообразные, практически вытеснили юдуизм, и где-то ориентировочно по 7-8 век в Сибаасе была такова, что просвет самых разнообразных школ, как Тиравады, так Махаяны и, в конечном итоге, Мандраяна, а может Аджираяна, то есть тандрических буддийских каких-то, привёл к тому, что почти вся территория северной Индии и северо-восточной была занята буддийскими монастырями, серьёзными школами, типа университетом Ноланды. То есть аналогичная структура существовала в Бангалии, в Ворисе, в штате Антра Прадеш, где занимались миллионы людей, которые регулярно выпускали тысячи проповедников, которые, в конечном итоге, расползались по всей Азии, и что и привело в конечном итоге к тому, что буддизм стал неравой религией. И точного количества буддистов вы даже бы подсчитали. То есть даже сложно сказать, не больше ли их, чем те уже истины. Вот. И только в районе приблизительно до 7-8 века началась, можно сказать, некая река Хиста, когда те же самые Апоши Парева и Лейкопарики начали более массово распространяться в тех же самых регионах, то есть северо-восточной Индии, так называемая Восточная Града, начинала Бюнгария и Осама, и крича «Штатый Град», «Адэф, Антхэ, Прадеш и Нурнадо» по восточному миру. И так получилось, что когда большие массы людей переходили обратно из бурдизма, в том числе и эстетических бурдийских направлений, то, как я говорил, уже школа Каула, она старается вообще ничего не отрицать, наоборот, все покровы с бурдизмами, подметать все под себя. То есть в том числе и культ богини Тары, который на тот момент являлся едва ли не стержневым направлением шахтистов, в принципе, богиней женского начала в буддизме, то, естественно, было большое множество храмов, было большое количество людей, которые этой богине поклонялись. Каула Танту это вполне устоило, единственное, что акценты сместились. Теперь это перестало быть буддизмами и стало быть индуистским туризмом. И все. То есть, соответственно, богиня Тара буддийская, которая до сих пор непонятна в ее происхождении, она тоже достиглась богиней Тарой, которая была женой Бегаспоти Праджапоти, и, соответственно, ей стали поклоняться тоже как богине, как первопринципу, тем более, что имя Тара, оно тоже очень удобное ребенок, оно означает звезда, но, кроме этого, еще корень Тр, как мы говорили в прошлый раз, означает пронзать, проводить, проходить и спасать во время. Соответственно, такое имя, богиня Звезда Спасительница, оно было очень удобно для распространения. И культ Тары, то есть, раздельный появился. Фактически, он был за основой замка кальку, к аравидию, но при этом взял, впитался военные, аспекты, атрибуты, поклонения богине Тары, из патрического убедителя. Таким образом, Таравиди уже приблизительно к 12-13 веку индийского варианта школы Таравиди его было много, то есть, было множество храмов, от самого севера от Ассама и до, практически, до, вот, точнее веримат, что уже в Канчакуране, в Тамилнаду, по всем восточным градам, почти все храмы, которые раньше были буддийскими храмами Тары, теперь стали индуистскими храмами Тары. В конечном итоге, появился Шинкарачария, который вообще многие храмы Тары переделал в храмы других божеств, дал им другие имена, но так или иначе, основа этого культа была именно эта храма. Какая Тара? Ага? Можно какая-то? А вот в том-то и дело. Хороший вопрос. Мы сейчас, если можно, еще пару слов, и мы вернемся к этому более подробному. Что касается третьего культа, то есть, Шри Видии, здесь века опутывается. Для большинства юглиистов, которое вывезти не в теме, непосредственно на Шри Видии, Шрия тоже доставляется в тренировидическом обвинении Ларшми, который для нас еще поведен уже на работу Ларшми, в тренировиде, со всеми вытыкающими отсюда последствиями. Более того, какие-нибудь, ну, не особо глубоко вникающие пришли, это могут вам даже предложить Шриятру, как Янту для поклонения богине Ларшми, для денег, счастливей, чтобы нужно иметь. Ну, конечно, все возможно, наверное, тоже. То есть, кто верует, то получит. Но вопрос в том, что, на самом деле, то, что называется сейчас богиня Шри, конкретно Шри Видии в Шрикуле, это несколько иной спект. Богиня Шри, это та богиня, которая была основным божеством каолической линии Трикура, о которой мы говорили в Кашмаре. То есть это одна из нескольких кашмирских школ, которая, в принципе, очевидно происходит под какую-то слюду, возможно, из Керала или из Гуджерата. В таком виде она попала в Кашмир. В Кашмире получила достаточно широкое распространение. И в те времена, когда в Кашмире уже тантризм начал приходить упадок, школа Трикура получила опять распространение по всему Востоку и Индии. И в конечном итоге, на сегодняшний день, наверное, это самая массовая, самая популярная и самая известная хантрическая, шахтистская школа и всех существующих. Которая, в общем-то, приблизительно где-то даже по популярности наравне с такими направлениями, как Анвальта и Гидранта. То есть в Каре, основное божество это богиня Каре. Собственно, богиня Шинь, она же, «Лалита» «Лалита» означает «играющая». То есть, что подразумевает ее достаточно специфический характер и качество, в отличие от богини Кали, которое все-таки в понимании практически всех людей имеет больше отношения к никому абсолютно, чем к консидентному и глобальному. То есть, «Лалита» в большей степени, даже в своих высших проявлениях, она склонна больше к манифестациям. То есть, если Кали, она всегда больше самхареша, разрушение и сверху. То «Лалита» у нас все-таки ее качество больше, когда-то манифестация. То есть, она порождает бесконечное количество этих фракталов, каждый из которых разворачивается в новый фрактал. Таким образом, мир есть. То есть, весь мир, это бесконечная игра ее играет. И отсюда ее второе имя. «Трихорасамбари», то есть, прекраснейшая в трех мирах. То есть, в верхнем, в среднем, в нижнем, в причинном, бытийном и следственном, в прошлом, в настоящем и будущем, в будущем, в обедном мире. То есть, в пространстве, время, избритие, да. В творениях, и не разрушение. Второе, проявляется как связь в этом тоже. То есть, первое время как «Кругратар», которое, фактически, в своей внешней форме и в травле, фактически, неотличимо от богини Хавы. О которой я сейчас тоже поговорю. И от нее два аспекта еще. То есть, два илокальных аспекта. Это «Эканжетти», и «Нилас Раскутти». Те, кто близко знаком с антрическим буддизмом, сейчас для себя вообще ничего нового не услышат. То есть, «Угратара» — это «Тара» в своей верной форме. «Эканжетти» — это «Ваджра-йогин» и «Ваджра-нарай». То есть «Эканжетти» означает «Джата» — это такой один клочок волос, который, в данном случае, символизирует, во-первых, «Экан», то есть некое единство устремлений. Во-вторых, вот этого «Джата», торчащая «Я», символизирует вертикальность этого устремления. И всё это, как бы, намекает на одну фразу из утреныша. «Омогах, кащоках, ахатванов, пащатага» — «Как можно заблуждаться или пребывать в страдании тот, кто с этим единой». То есть, собственно, «Эканжетти» — она и есть вот некий принцип, как сказали мы колористы, с обстробностью, да, то есть «собирание всего» к единому принципу. А Нила Сарасвати, наоборот, как Сарасвати, если вы поняли по индийской мифологии, это шахта бога-брахма, творца. То есть, как бы, её дело как раз развертывано. То есть, она — искусство, она — творчество, она — творение, как бы, она — собирание принципов единой и развертывание его в объективную реальность и в множество субъективных реальностей. А вот это слово Нила означает «тёмно-синий». «Тёмно-синий» в данном случае означает некую тайну, да, то есть присутствие некоего сокрытого, да, что состояние как будто, как манджай, да, если скрытого, развернутся в куч-пан, то есть, скрытого, который уже будет сам по себе выражать полноту и многообразие. Вот. Таким образом, вот, Тара существует как три едины, вот, Санхаа и Шаха — это энергия, которая онзает всё бытие и пространство, и проявляется вот, скажем, как энергия контроля и усилия, и как энергия распространения и многообразия проявления. То есть, здесь как собирание воедино, и здесь как развертывание во всем возможным источникам. Школа Шви, Шрикулы, беновидит Рибура Сундари, то она тоже, соответственно, проявляется, как Санхаа Валита, и отдаём ещё две другие — варахи и матамы. Что касается варахи, варахи практически соответствует варахи, 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 варахи. Это тоже. Это ваджравизм. То есть для буддистов, я думаю, сразу всё поможет. То есть, опять-таки, это принцип собирания и контроля. То есть это сила, знания, однонаправленность. Вот. А матанги — это очень интересный момент. Само слово матанга означает такой феномен, который мало кому, кроме индусов, знакомит. Дело в том, что у индусов в Индии, у них сезон спаривания слому соответствует тому же периоду, когда плоды хлебного дерева поспевают и, будучи переспевшими, начинают дрогить. И вот эти слоны, которые и так уже запустили, потому что слоны в период течи, они обожравшись. Вот это дерево, начинают конкретно буять. Вот такой дом влетает в деревню, люди даже не знают, что думать, потому что, в общем, там можно себе представить, что от него ожидают. Понимаете, опять-таки, с одной стороны, он опьянёт страсту, с другой стороны, он опьянёт... плодами поедания вот этого хлебного дерева, то есть, не стопом, не поворотом, как говорится. То есть, его просто несёт, и он абсолютно неограничен. Вот такая неограниченность, только в хорошем смысле слова, в тантре является, то есть, чем-то тоже, вроде идеалом. И её называется ваттантрия. Запишите это слово. Сватандрия, собственно, и означает, да, кроме данного центра, это, так сказать, то, что позволяет проходить наскоро, то, что постоянно движется. Сва, вот это, собственно, так вот, сватандрия в данном случае, по крайней мере, вот, кроме данного центра, синхронического лечения, означает полное лечение ограниченного свободы проявляться как угодно. Хотя, в другой основе, в такой уровне реализации предполагается точно такой же уровень этой страницы. Это кровавая, совсем другая история. Что касается водильникали, она тоже проявляет в этом плане. И в своём высшем проявлении она представляет синхронику каласан-каршене. Каласан-каршене – это означает та, которая пожирает время. Кто читал Багалад-гиту, помнит этот потрясающий эпизод, там, где Кришна показывает Аджунда свою вселенскую форму. Вот эта вселенская форма, в сравнении с которой, как бы, и время, и пространство являются объектами для пожирания. То есть, из которой всё истекает, и которая тут же поглощает все акты строительства. Вот это, в общем-то, и в своём более локальном проявлении то есть, там, где имеется в виду то, с чем уже можно вступить хоть в какую-то коммуникацию. Она называется пара или выше. И, как бы, её два аспекта – это а пара, то есть не выше, то есть ограниченное, а пара – пара. И выше, и не выше, и ограниченное, и не ограниченное. То есть, ну, уровне, пара – она не ограниченное. borne чем? Она – чистая асфа-тантрия. На уровне пара-бара – она и ограниченная, и не ограниченная. Это называется на сускости очительные давления, то есть непостижимое единство и развлечение сразу. Это нельзя понять, это нельзя понять. То есть это нужно только пережить, чтобы повторять еще любую речь. А пара – это уже то, что касается конкретно феминального объема. То есть каждый предмет имеет свою форму, имя, набор характеристик, он им соответствует до тех пор, пока эта форма не будет разрушена. Вот у нас есть длинные самые. Что для всех этих школ общего, тем не менее? Я думаю, вы видите, да, то есть принцип некого деления, то есть принцип того, что есть первый принцип, он разделяется на несколько вариантов, они уже, соединяясь между собой, порождают бесконечное множество вариантов. И всё это так и было бы просто красивой метафизической теорией, если бы тантра практически с самого начала не была бы, на самом деле, сугубо практического общения. То есть помимо всех вот этих вот метафизических аспектов, всех рассуждений о высшем предельном и запредельном, если бы не было совершенно конкретных тантрических методов реализации этого всего. То есть уподобление этого и реализация тех самых метафизических принципов, которые вы имеете в виду. Методы эти каковы? Как мы выглядели опять на прошлом занятии ещё, тантра впитала в себя как людей, так, соответственно, и методы известных и источников. Каковы эти источники? То есть вверх и уподобление. То есть вверх и уподобление. Методы неких аскетов и отшельников, которые позиционируют себя как ведическими текстами. И методы шахтизма. И пример Меркулья, которые они называют. То есть единственное слово «логика», от слова «место». «Логика». Могли себя представлять как совершенно развитый какой-то храм о Дальфук с поклонением, со всеми атрибютами, спецификой своей, так и совершенно какие-то шаманские, полухоборские, черноурганические активности, которые были характерны для этой деревни, для этого племени, для этого семейства. Вот когда-то в Тантре все соединилось в место, родилась собственно Тантрическая Иога, как такова. В свое время, как вы знаете, появился текст, на который до сих пор ссылаются все коммунили. То есть он называется Иога Сутра. Его приписывал Махариша Патанджире, не факт, что я его написал, но тем не менее он существует. На тот момент в этом тексте Махариша Патанджире объединил, как в компендионе, в принципе, всех тех ягических школ, которые были ему доступны, с которыми он был знаком. Если исследовать этот текст поглубже, видно, что там очень много людейского влияния, даже слишком много, почти три четверти всех там, но и людейские. Их способ их объяснения тоже. Но в данном случае важно не это. Важно в другом случае. Важно то, что Махариша Патанджире в своем произведении впервые выстроил четкую логическую схему частей раздела йоги, которые он назвал «Ангой», то есть «частой». То есть эта штука таки называется «Аштанга». Слышали? Из чего состояла аштанга йога в Махариша Патанджире? Из разделов «Яма», «Дзуньяма», «Асана», «Радаян», «Патяхара», «Дхарана», «Дхьяна», «Дхьяна». Какой бы татрический текст мы не взяли, буддийский, буддийский, даже джеймийский, потому что джайна-тантра тоже существует, то мы увидим, что минимум первых двух разделов там нигде не будет. Либо они будут выделены в какой-то отдельный раздел, который, возможно, не будет так называться, он будет или сужен, или расширен. Почему? Что такое «Яма не яма»? В большом счёту это некий моральный императив, свод правил для внутреннего пользования и свод принципов, по которым адепт этого учения будет вступать в общение с представителями других направлений или просто с нерямами. Соответственно, можно ли сказать, что это относится к самой йоге, то есть к пути реализации, но скорее нет чем-то. Поэтому подобный раздел, он существует в любом индийском направлении в каждой школе, он называется «Самайя» и содержит некие правила и предписания для неофитов, адептов, адептов высшего уровня, там высших посвящённых и для учителей, как себя вести. Но, по большому счёту, больше для Борошкова практически не глядит разделы йогу и не включает. Поэтому практически все театрические виды йоги, они называются «Шананг» и «Яма». «Шананга» означает состоящая из шести частей, то есть шести разделов. Какие разделы сюда включаются? Это практически те же самые, что и у Патанджи, может быть, с изначительными откровенными. Важно, что это будет. Асана – раздел, который есть почти везде, то есть совершенно не везде он означает то же самое. В частности, известны комментарии Мавчинаваджу и известны такие тексты театрические, «Скачханга тантра» и «Метра тантра», где описывается, что, по их мнению, является асаной. Если по Патанджи, асаной является любое положение тела, то есть хирам сукхан, то есть которое удобно и устойчиво, у большого человека, то есть любое положение, в котором можно практиковать, то патандрическая идея идет дальше. И она асану привязла не только положение тела, абсолютно ко всему. То есть асана – это устойчивое сознание, асана – это устойчивое пребывание, асана – это устойчивая постоянная регулярная практика, то есть асана – это не вовлечение в какие-то активности, которые она может рассчитать в практике и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, это не так. Пранаяна. Пранаяна. Вот это иностранное слово. Вот здесь буква «а», вторая «пранайана» – она доверная. Почему? Потому что не пранаяна. То есть не работа с воздухом, и не работа с дыханием, а пранаяна. т.е. растягивание отдыха к лаке. Изначально, как бы вот в древней йоге, о которой пишут и подталкивают, она явно и называли кела-раку-ку, т.е. постепенное обвинение вдоха-выдоха, которое, конечно, в итоге приводит к состоянию раку-но, т.е. когда не хочется ни вдыхать, ни выдыхать. Для чего это делается? А для того, чтобы вот это вот состояние непотребности в дыхании, чтобы оно тоже стало в какой-то степени астмой, т.е. чтобы дыхание не отвлекало нас, не возбуждало наше нервное процессы, не влияло на ненуждающий йог, и не убивало нас из того состояния как бы ненаправленного пребывания, которое является базовым для всех остальных более серьезным. Следующее. Прати Ахара. Прати Ахара – это прати Ахара, т.е. забрать назад. т.е. как пишется об этом в панишадах, и йога в панишадах, в химологических текстах. Прати Ахара означает, как дословно они говорят, втянуть свои чувства в себя, как в черепаха втягивать в себя свои частные чувства, т.е. ласты, вот эти углы. Т.е. точно так же человек в тантре или в йоге он сначала фиксируется на объектах, потом на своем ощущении и переживании этих объектах, потом он смещает эту точку коммуникации вглубь себя, и он отслеживает свои собственные ощущения, после чего он сдвигается в переживании этих ощущений, после чего он сдвигается в сторону оценки собой в объективе своих вот этих вот переживаний, и в конечном итоге свидетельствовали от добывания самого себя в своем себе. Вот этот процесс, где это как внимание начинает двигаться в периференции, вот этот процесс и есть в Ахарии. В более примитивном смысле это означает просто отвлечение от внешних факторов, либо их невидим. Вообще-то ничего такого особо эзотерического. А вот следующий уровень, это уже очень серьезно. Ахарана. Ахарана означает «средоточение». По большому счету, вся специальность Ахарана означает направленность внимания и работу с вами. Что подразумевает, как минимум, способность к производной концентрации на любом объекте или любом количестве объекта, так и способность к деконцентрации, то есть время необходимости, то есть отвлекаться и расширять свое сознание до окружающего мира как такового, то есть без оценочного восприятия, то есть просто приглога. Согласно татрической йоге Кашмирской, вот как это описывает Аххинова Гукта, в своих произведениях, относительно Тахарана, существует, так называемое, шадр, как вам. Я немножко затронул эту тему на прошлом занятии, потому что сейчас скажем более подробно. То есть первое, это Бахих, это внешний мир как таковой. И когда мы используем Дхарану как деконцентрацию, когда мы медитируем на всё Батье как таковое, то есть на большие пространства и так далее, то вот это мы как раз, наше сознание, наше внимание находится в Ахахихе. То есть мы оцениваем всё Батье как таковое, то есть мы не концентрируемся на определенных предметах и объектах. Но если же наше внимание коснулось какого-то определенного объекта, в этот момент оно присутствует и сосредоточивается на него. Тахаран будет называться Шахси, Шахси или Стри. Шахта означает сила, Стри означает женщина. Почему женщина? Ну всё-таки в основе всех этих направлений их было много мужчин-шивилистов, с самого патриарха они не сказали на жизнь, поэтому для них всё желанное, в этой иной степени. Можно было сказать, что оно тоже справляется с желанными женщинами. то есть как бы все объекты, то есть в том числе и Божество, Ишта, что тоже означает желанное, то в общем-то их так и называют. Экстримы. Следующий уровень. Ямла. Опять-таки, как мы уже говорили, ямла означает соите или соединение. По большому счёту здесь везде присутствует некая сексуальная символика, но, собственно, материально-сексуальная здесь нет ничего. То есть речь идет о том, что если я коснулся стены, то я вступил с ней в следующее. То есть если какая-то точка это стена, это стена, вот, если да, или моё тело, вот в этой точке мыслились, и образовали я. Вот эта точка продвигаться, собственно, она будет продвигаться я. Если моё умение ранее в ней, то есть не во мне, не в объекте, не в точке продвигаться, то это будет тхарановая ямла. Следующий уровень. Дрехан. Дрехан означает теорию. Здесь всё просто. Это обратная связь с сенсором. Это сенсорная связь с сенсором. То есть я сконцентрирован на ощущении от собственной силы, на том, что я чувствую. То есть это чуть глубже, чем био-морк, тоже не точка коммуникации. То есть я оцениваю своё общее состояние. Все это выразимо вполне в конкретных терминах. То есть на уровне тела я чувствую тепло, холод, жжение, покалывание, тяжесть, лёгкость, расширение, сжатие и т.д. То есть какие-то малашки, токодёрдые, т.д. Дальше. Более высокий уровень, который уже нельзя выразить из таких категорий, как просто тепло, холодно, и т.д. А это уже будет уровень несколько более глубокий, и я начинаю говорить. То есть хорошо, плохо, разворачивается, и т.д. я снова начинаю выражать эту субботу в субъективных терминах. О чём речь идет? Это уже не ощущение, это уже переживание. Но то, что касается переживаний, это с точки зрения шар-отхвата, более тонкие праны, соответственно, это так и называется прана-падха. Таких интерес б associates Если было решиться от эзотерики, то по большому счёту право-опадка будет для чего-то для чего-то Paris в ней river νтомом системе. То есть, если дыка то состояние нашего тела, то право-опадка то состояние нашего reversed system, то тонкие обрани будут у вас, в частности, где-то ума, пом2019 Queenbs, Волгарная гуня. Ну и еще более глубокий уровень – это уровень Мати. Мати – это уровень осознания. Вот что у вас получилось. Для чего мы можем концентрироваться? На внешнем как таковом, на всем мире в целом, на отдельных объектах, на точке коммуникации, на ощущениях, на переживаниях и на сердцем энергии. Возникает вопрос. Можем ли мы созерцать самого свидетеля? Можем. Ну, опять-таки, как я говорил в прошлый раз, тогда он перестанет для нас быть свидетелем и станет объектом. И тогда мы будем освеживать его как объект со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть он уже не будет нам. Субъект, который можно созерцать, является не субъектом, а объектом. Понятно. И следующий, соответственно, уровень. Субъект. Вот здесь есть некая возможность. Если по Патанджары и Дхарам – это как раз работа с вниманием, а Дхьяна – это то, что реализуется результатом. Это некие феномены, которые относятся к многим из наших презентативных систем. Это то, что мы в результате видим, чувствуем или слышим. Или воспринимаем как некие телесные ощущения, зрительные образы или некие вербальные смыслы. То в некоторых фактических направлениях они являются местами. И Дхьяна там будет являться сам процесс концентрации на чем-то. Например, на божестве Адхарамы будет называться устойчивая применение концентрации. Поэтому, как видите, устойчивых терминах, чтобы они вам четко означали только то-то и то-то. И вот есть один принципиальный момент. То, что у Патанджары называются самадхи. Слово «самадхи» переводится в институтском словаре таким количеством слов, что, в общем-то, это не имеет никакого смысла. Но я знаю, какое из них будет более правильное и какое неправильное. Я бы хотел обратить ваше внимание только на то, что здесь присутствуют два очень серьезных корня. «сам» и «дхи». То есть «сам» означает «самого себя» или «направление» к «дхи» означает «пребывать». Поэтому, «пребывая» этому слову еще в 2008-мое смысл, то есть то, что «самадхи» по большому счету означает нахождение в самом себе, или понимание в собственном кашле. В общем, все остальные, в смысле, можно сказать, что они послыха авторичные платежи не окреплены, потому что на этом все проявляли картины, они сами механики самскритских, а самскрит – идеально точно. То есть само слово «самскрит» означает «самый сократит», то есть «изначально сотворенный самаршай». Он таким и был, в общем-то и продолжается становиться. То есть это идеальный инструментарий, хотя в целом для которых он был создан. Вот. Теперь катандрическую йогу, соответственно, от йоги Патанджиры. То есть вот все вот эти вот разборы у него есть. Один очень серьезный момент. Если Патанджиры только вскоре упоминают, что, как бы, один из инструментов, как бы, я имею в виду в йоге, может быть, Ишна Рапка Нитхана, и упоминать, в скорости некоторых, по-ушу, решающих, да, то есть особенность по-ушу, что дает некоторым людям возможность говорить о том, что в йоге сутрах Патанджире есть идея Бога, есть идея преданности Бога, есть идея Бога-реализации, но сложный вопрос на самом деле, потому что, как я уже говорил, по большому счету, Йога-сутра – это комбентум. Они не выражают мнение какой-то одной однированной школы, более того, там нет какой-то одной парадигмы. Это просто... Патанджиры, например, тут есть и такое, и такое, и такое, и вот такое, и такое. Вы не будете всерьез молиться на таблице правоса? Ну, инструменты, инструменты. 7, 8, 5, 6, да, да. 7, 9, 6, 7, замечательно. То есть мы приняли в свете. Все, поверьте мне, что подобные тексты, они ни для чего больше у них не позволяют. То есть это просто набор неких тезисов, которые нужны для того, что, если мы что-то прозабыли, мы открыли, ага. Тогда для что слово положено? Еще чуть-чуть. Значит, что отличало, прежде всего, Тандра, Тиоги? Как я уже говорил, это, прежде всего, идея Боготожества и направленность на реализацию Тангута. Соответственно, есть некое искомое Божество. В асэскрите, ответственно, иначе лишь сам идеал. По большому счету, это Божество было и идеалом, и источником самого учения, и считалось практически во всех вот этих выполнениях, которые мы перечислили, изначально в потенциале тождественного и самому одевтому, поклоняющемуся. И даже в самых двойственных формах поклонения этому Божеству, всегда эта идея тождества, она всегда сквозит. Здесь следует упомянуть один интересный момент. Дело в том, что согласно ведам, в общем-то, особой такой пропасти между человеком и Богом, ее как бы и нет. Но тем не менее, сама специфика и этического поклонения Божества она четко разделяла. Есть Бог как объект, есть поклоняющийся как субъект, поклоняющийся на Бога некие действия, он что-то жертвует в сторону Бога, Бог что-то получает и наделяет человека, соответственно, в какой-то милости. То есть, это идея сквозит и в Венах, и в Браге, и в Мишадах, в той или иной степени, и она является основой всего ведического поклонения Осенди. То есть, ведические ритуалы, они почти без изменений дошли до нас через более пол-тисячи лет. То есть, о каких ритуалах им будет речь? Санхиавандама, то есть, утреннее поклонение Солнца, утреннее, полудельное и вечернее. То есть, это раз, то есть, чтение Мандры Галифи, второе, пикрита Апана, поклонение предкам, которые, получается, по сути, никуда не переродились, иначе невозможно было бы поклониться. То есть, мы видим, что эта идея, она более древняя, чем идея непрерывного перерождения. И третье, самый важный обряд, это Аголихута. Существовало, конечно, еще пару обрядов. То есть, обряд выжимки и поднесения Сомы. Здравствуйте. Обряд выжимки и употребления Сомы. И обряд принесения обжимки у конян, так называемая Ашваметха, но как бы ни тот, ни другой обряд, у наших людей практически не должен. Потому что Ашваметха совершалась только жрецами Куроги, так как Махараджа Патхиара, и жрецами Махараджа, это особо отдельным торжественным случаем. Это давно уже как бы не актуально. Обряд выжимки и употребления Сомы. Никто не знает, что такое Сома. Никто уже давно не помнит, из чего ее выжимать. И мы с удовольствием ее бы и принял, но очень нечем. Все остальное, что могло быть похожим на Сома, его употребление, как минимум, слегка предосудительно. Согласно той же юридической традиции. Поэтому, в общем-то, забыли, как страшно все. И самым главным ритуалом, который был актуален пять тысяч лет назад, и последний день остается, это Хома, она же Яночня, она же Агнихотра, которая заключается в многократном возлеянии Маслова. Но. Входит ли обряд Агнихотра в тантрическую обрядность? Да, входит. Но здесь есть один из того, что такое неланство. Если все-таки в величестве акцент ползвинет в сторону внешнего поклонения и самого момента жертвования, мы берем некое масло, мы это масло жертвовали в огонь, в огонь, как некий посредник между людьми и богами, доносит, только сжигает доноскуту жертвы, выносит и удовольствие в огонь, божества довольны, удовлетворены, и после того, что это сумма доверяется от некой милости. В тантрическом уже, как бы, и даже ранее, то есть, в неких упанишадах, и других уже звучит нечто совсем другое. То есть, звучит идея отождествления огнехода с неким актом саити. И в этом саити соединяется поклоняющийся огонь и божествия. И тогда всё начинает приобретать некий, действительно, опять-таки, эротический, деклантатический, специфический оттен, который служил впоследствии, как бы, основой для множества спекуляций. Тем не менее, я вам настоятельно советую, всякий раз сталкиваясь с традиционной тантрой, сразу поднимать для себя планку максимально высоко. Не искать в этом приземлённую. Поднимать и опустить можно всё, что угодно. С одной стороны, с другой стороны, во-первых, настоящее не подняется, во-вторых, это будет соответствовать исключительно нашему собственному углу, ничего не больше. С другой стороны, если мы всякий раз понимаем в этой символике некую высшую идею, то, соответственно, даже само осознавание и переживание этого будет наносить в наше сознание, в нашу идею на совершенно новый уровень. И нам с этим жить. То есть, это будет нас менять, и всякий раз, когда мы будем сталкиваться с эротентрической символикой, она будет вызывать у нас неизменные, не горизонтальные родственные, а будет поддерживать наше вертикальное строение. Вот это важно. И тогда для нас вот эта вот Хома-кунда, да, то есть та яма, которая отождествляет сьоны, то есть женские морды, она приобретает характер чего-то сакрального, то есть таинство как-то кого-то. Тогда сам факт возлияния, который, в общем-то, длинная ложка, почти белое масло, которое тогда взрывается, в общем-то, тоже все, воинка, более казачно. Но вот всякий раз, когда мы его взрываем, вот это поднимающееся вверх пламя, оно всегда делает то, что должно происходить. Не только на материальном уровне, но и на тонком плане. В уровне сознания, в уровне права, грубочей терапии. И как огонь каждый раз взрывается из хомикулы и поднимается вверх. Точно так же во время каждого ахта жертвы, во время эротической обихоты, сознание адепта, сознание того, кто принесла тушок, это охота, которое слышно от возлеяния. С каждым возлеянием сбывает вверх. Вот эта штука, она называется буддьяна или чакра. То есть буддьяна означает развесевание. То есть, что бы ни происходило такое, где есть вертикальное устремление снизу вверх. То есть, наше сознание может к этому присоединиться, оно взлетает вместе с ним. Вот это один из очень серьезных уметов тентрической энергии. То, что отличает от уровня совершенно конкретных предметов, вот этих методов. Какие методы не литические, которые были подчеркнули частично от чармановых коревраджетов, может быть. То есть, от каких-то странствующих аспектов, но в гораздо большей степени от шаптов и от древних антиархальных культов. Это, прежде всего, сама специфика поклонения. Так называемая тендрическая пуджа. Кто слышит такое слово? Пуджа, в принципе, дословно означает поклонение. И даже в дешевых индийских фильмах вы можете услышать как индусы в сторону корыбы, такой толстый усатый пуджа я поклоняюсь тебе, я на тебя молюсь. Вот. Что является в мире? Пуджа состоит из нескольких принципиальных моментов. Прежде всего, существует некий образ божества. Он может быть нефериален, а может быть очень длинный материален. То есть, это должно быть какое-то пространство, куда это божество якобы призывается. То есть, процесс призывания божества называется Аллах. С того момента, когда это божество призывается в этот момент, собственно и начинается сама пуджа. То есть, здесь может быть момент, который называется с магнетом, или приветствием. Любовь, может быть, некий неформальный характер. То есть, человек, попав в какое-то ощущение присутствия божества, уже фактически частично находится находится на уровне сонок. Это очень важно. То есть, обратите внимание, само поклонение, само в себе, оно уже содержит элементы мухти. То есть, всякая пуджа, всякая пуджа. Господа буддисты ладжгаянцы должны нахождение в процессе пуджи, уже есть частичная организация тождества со своим личным видом. В этот момент, соответственно, это слажено, оно может быть выражено в каком-то внешнем виде, а может быть выражено внутренне, как движение направленное с точки сердца, таким образом. И дальше, собственно, начинается сама пуджа. Пуджа, как правило, состоит из поднесения нескольких символических отношений. Их стандартное количество, как правило, это минимум 3, но чаще всего это 5, 16 или 64. То есть, символика 16 и 64 гораздо более сложная, наверное, мы сегодня об этом говорить не будем. по поводу 5, это очень важно мы сейчас вкратце перечислить. Первый символ. снау. Следующая. Бланха. Следующая. дипа. Следующая. Дипа. Следующая. Дипа. Дипа. Следующая. Дипа. Следующая. Дипа. Вот человек приходит, представьте себе древние люди, гость входит в дом, первое, что он пришел с дороги, его стопы не улучшились из пленки. Поэтому первое, что мы делаем, мы предлагаем ему воду для омывания ног, как он их омывает, поскольку он долго шел либо босиком, либо неудобно, как бы посадали, одели нам, то его ноги спрескали, потрескали, струкли, повязали. Поэтому мы предлагаем сандаловую пасту, которая имеет сморчающий эффект, обеззараживающую или еще и хорошую пасту, то есть просто называется галка. После этого на шее мы вешаем гирлянду из цветов, были особо главного цвета, она называется пучка-пучка, безусловно цель. После этого мы зажигаем палочку и отрагиваем ее, то есть тем самым выражая свое почтение дипа. То есть мы показываем, насколько мы его рады, то есть мы возжигаем огонь, чаще всего это фитерокс, начали ги, топливное масло, подбосим его. Это называется дипа. И, в конечном итоге, мы его кормили первым. Но это уже не входит в основные поэты. Что здесь, в общем-то, особо такого эзотерического? В общем-то, символика даже та, которую я перечислил, она, в общем-то, понятна. Она, конечно, приятна и, в общем-то, объясняет, почему именно так и в такой последовательности, но не совсем объясняет, где же здесь за дело, так сказать, на реализацию чего-то больше. А я расскажу, чем-то. Представляете себе, да, вот как выглядит пирамида восхождение от христианности, да? Снова вера, страх Божий, вера, надежна, любовь и матери и собственной, да? Переводим на русский язык. Страх Божий, да, мы убоимся. Убоялись, в общем-то, боялись чего? Карины бесны. Убоялись собственной греховности. Убоялись гены огненные, члены неумираемого, аранами укасаемого, да? Убоялись. Дальше. Уверовали. И вот в этом есть залог спасения. Потому что, как бы, вера относительно страха даёт упование. Упование, в конечном итоге, даёт некий момент близости, который приводит к правильному любви. Вот. Любовь позволяет, в конечном итоге, быть удовольной поздравленной. То есть Знание даёт Софию Примятости. Вот так. И, в общем, всё бы было хорошо, если бы не пара нюансов, да? Вот эти вот пара нюансов таких. Со специфическим вкусом. Вот этот страх в самом низу, и вот это упование где-то посрединке. Ну, а где церковь всё путает. Я вам скажу, что тандрическая последовательность, она пропустила как же, но ума очень важных нюансов. Вот. Там, где в христианстве, это был бы страх Божий, то есть, в котором я не вижу, кстати, ничего плохого. Мы просто как бы в тандре и молча. В тандре здесь вот основа, это знакомство. Вот. А вот гандха, это опять вера. Почему? Вот только вера дальше с ним на страх, она знакома. Вот. Вы чувствуете разность. Дальше. Вера, основанная на страх, ну да, по-моему, нуждается в надежде и в уполовье. Очень страшно, очень. Вот. Здесь же, поскольку с самого начала страха не было, когда было знакомство, в пример. То есть, как бы, знакомство, которое перерастало в доверие и в желание, как бы, вот, чем-то отдаться, да? В желание не пара какой-то. То есть, соответственно, следующий уровень – это восторг. То есть, и, соответственно, любовь, которая проистекает из восторга, она, сами понимаете, несколько индового качества, нежели та любовь, которая рождается из у кого-то. Хотя конечный результат, по-моему, случай точно. Огонь знаний, да? То есть, это вот. Познание, как таковое. Если кто помнит, в каком смысле в Библии употребляется слово «познание». И вошёл в шатёр и познал Живость. То есть, тут тоже насквозь такая аэтическая символика. Хотя, в общем-то, на первый взгляд, для чего там антрического в Библии быть не может, но в основном, я думаю, в этом гораздо больше, чем прожить. Ну, а дальше уже, как говорится. Наиведия – это совкушение. То есть, если кто-то сталкивался с каким-то длинным матрой, я уже помешаю. Есть вот такие вещи. То есть, матра на освящение пищи. То есть, я вкушаю, а я тот, кто вкушает. Я вкушаю, я переживаю для этого вкуса и т.д. Или вот, как человек вон подошёл, то, вы нормали, как полночить, отчётая, полночая, полночая, отчётая, полночая, отчётая. То полноча, то полноча. И если из полночей взять всю полночу, то всё равно остаётся полночей, потому что она полноча. То есть наиведия это не просто накормили, напоили, одели герлянью, то есть бесплатно уважения. Тут несколько другого. Вот это вкушение означает разделить между мной и Божеством вот эту наиведию, вот эту еду, которую я вам помешил. Вот это есть совкушение, вот это совкушение и будет символ вот этой самой раси, которую я вам говорю. Потому что вот это и есть по большому счёту настоящая сама раси. Если как бы тот, кто жертвует, это я. Тот, кому жертвуют, это я. Сама жертва, вот сам процесс жертвования, это тоже я. То именно, что я жертвую, это я. Тот, кто вкушает, это я. Вкус, это тоже я. Переживающий вкус, это тоже я. И осознающий это переживание, тоже я. И вот когда вот это всё схвёстывается в общем какое-то состояние, которое у нас, естественно, называется ава-агна. То есть самоподдерживающееся пребывание. Вот оно и есть, в общем-то, самая вся. Вот это то, как бы, что в тантре специфическое. Этого нет геологии, этого нет веток. Этого там не будет. Специфические тантрические вещи. Но, конечно, одно и пуджио всё равно ограничивается. Точно так же, как в любом тантрическом направлении, вот в юридической тантре. Основные три инструмента опять-таки это те, которые мы выбрали в прошлом. Первый инструмент. Мантра. Второй. Мантра. Третий инструмент. Мантра. Мантра. Как мы уже говорим, происходит слово Манас. Третий. То есть спасающая ум. Или пронзающая ум. Пребывающая ум. Проходящая через ум. Некие сквозные сквозные сквозные. Я мантра. Как бы это то, что работает. То есть нефельский инструмент. Мантра означает печать. Мантра, по большому счёту, будет являться любая нормализованная идея, которого можно в той или иной степени зашифровать определённое количество смыслов. Доступных как и для всех в практическом варианте, так и только для посвящённых в каком-то более закрытом визуальническом варианте. Янтрой будет являться фактически любой визуальный образ, который опять-таки будет предназначен для того, чтобы вызвать в нас совершенно определенные переживания, которые приведут к изменениям и в конечном итоге к целостной трансформации. Мудра, по большому счёту мудра, это конфигурация, это печать. То есть с этой точки зрения мудрой будет являться и мантра, и янтра, потому что это фиксированная форма. Но чаще всего, когда говорят о мудрах в плане йоги или тантры, подразумевают, что это либо хаста мудра, то есть либо какая-то конфигурация выполнена с помощью кистей и пальцев. Либо это мудра на уровне всего тела, то есть некая хитра асана, с помощью которой мы выражаем некую идею, либо которая в конечном итоге приводит к тому, что праны для нас в теле начинают двигаться строго определённым образом, и это изменяет соотношение дож, как бы мы находим, вот эти элементы, их пропорции и движущих силов на линии, соответственно. Самое важное из всех этих элементов в тандре, и это, скажем, любой тентрический учитель, даже любой тентрический адъект, это, конечно, банды. Почему? Наш, ну, вербальный, человек, собственно, на большом расчёту, в основном, у тебя не отличается от обезьян, что он состоял на мысль вербальными конструкциями и всего прочего. То есть очень-очень большая, мы даже не представляем себе, насколько большая часть этого нашего сознания занята построением вербальных конструктов, которые их используют. Соответственно, мантра подразумевает способность через искусственно созданную конструкцию влиять на те процессы, которые у нас в сознании, и тем самым изменять сознание в наших новую сторону. То есть это некие идеи, это могут быть положительные аффирмации, это могут быть, просто скажем, некие звуки или последовательности звуков, которые имеют конкретных смыслов, но, тем не менее, в конечном итоге на уровне архитика влияют на нас так, что нужные изменения сознания и в основном происходят. Вот поэтому мантра была, если будет в самом мощном, самым специфическом, конкретном мантра-йоге, более того, практически все направления, где используются элементы мантра-йоги, они, так или иначе, вот вторичные формы, совершенно театрические мантры-йоги. Мне могу сказать, что существуют ведические мантры. Да, существуют. Почему? Существуют следующие виды мантры. Мантры-кармин. 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 Пример Вайдинка мантры, все множество такое братья, или манры джангл, а вот это примеры очень самых популярных и особенностей ведических мантр. Здесь ведическими мантры будут являться фрагменты вед и ведических текстов других, которые содержат совершенно законченную логическую миссию и могут быть использованы в качестве той самой информации, которую вы будете показывать. Вот например, Мохаммритин джайабанта. По-моему, у нас Диамбакамья джайабанта. Я вынужден как бы разочаровать немножко всех присутствующих. Вы должны понимать чечение манта, особенно лимитических, без понимания их смыслов. В лучшем случае может привести к непролёгкой релаксации. Почему? То есть достаточно легко взмутитнуть, отвлекаясь на произнесение незнакомых красивых слов, но в общем-то и все. На этом эффект закончится. То есть мантра не будет действовать на того, кто не понимает, что он произносит. И слава богу. То же самое относится, например, и к мутеру. Представляете, что бы был человек силен, просто такой простой, скрутил, а он его копик удалил и поднялся. Самый внезапный. Почему этого не происходит? Не происходит. Хорошо, что не происходит на самом деле. Потому что здесь нужно целенаправленно на самом деле. Это полевое усилие самого того, кто выполняет эту практику. Это залог того, что практика будет подконтрольной. Идея вообще сихо-йоги, тентрической йоги. Это, прежде всего, достижение произвольности тех процессов, с которыми мы пытаемся работать. То есть, как бы, да, спонтанность она ведя где-то там. Но к этой спонтанности, как и к любой нейтрализации, приходят через годы санкетча. То есть, сначала ноты, гаммы, потом собачий бальз, и только потом приходят какие-то более серьезные вещи. Так и здесь. Мы сейчас попробуем максимально быстро. Дрем бокам означает тому, у кого дрематри. То есть, помните, мы говорим, что вот практически каждая из шахт, она в индии. То есть, имеется в виду именно это. Я джамахи, поклоняюсь. Субганди, пучка бальтарам. То есть, тому, кто благоухает, как цветы. А вот дальше очень интересный момент. Курва рука в него. Курва рука в него. Курва рука это бешеная воля. Знаете что? Это такая штука, которая, когда поспевает, она закрывается и разлетается в клочья. Вот это лава рука. По большому счету, это означает антрический принцип. Мы поспели, наполнились, переполнились, нас разорвал. Мы манифестировались. Мы были чем-то ограниченным, а теперь мы стали всем. Мы распространились во всем направлении. Так вот, вот так же, когда, допустим, вот этот огурец взрывается, освобождаясь из своей ограничивающей оболочки. Банк иногда. Вретернувшие аманты. Избавлены от смерти через бессмерти. Вот это смысл всех медических амант. Они так работают. Пуаллические мантры. Они всегда выстроены по одному принципу. Ом, Шри, Бог звателем или дателем в Баджи, Нама. То есть, такому-то поговорим. С помощью Ри для нападения Нама. Ом, Нама, Шчила. То есть, вот это все будет мантры пуаллические. Мантры пуаллические по отношению ко всем остальным самое простое и самое преждительное. Почему это? Они дают возможность человеку, глубоко не вникая, все равно практиковать хоть в какой-то степени, пусть даже минимальные предложения, элементы тантрического поклонения божеством. Они дают некий задел и надежду на вечно большее. Шабара мантры. Я сразу проникнусь, потому что с тантрами чуть сложнее. Шабара мантры это будут любые вот эти углы. То есть, любые заклинания местных каких-то божеств. Чаще всего они произносятся на языке, которые не называют даже те, кто их произносит. Какой-то бу-бу-бу. Вот. Но, по сути, все это, как бы, знаете, на уровне великостепанков. Мегран, дисталица, чёрная людница, мнение жертвы, сатаница, руки не поднимаются, ноги не сгибаются. Ну, вот что-то такое. А по большому счёту может быть и просто такое «Ну, бу-бу, хили-хили-хили-хили-мур-мур-мур-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху». Вот. Соответственно, люди реализовывали определённые какие-то свои такие не самое сатрическое состояние во время чтения этих манг. Она работала. То есть если она им была в помощь, ну, как-то даже мумба-юмба тоже работала. Главное иметь, как говорят, верь, вот это боль, веру, злость и фантазию. И, наконец, патрические мантры. Патрические мантры, прежде всего, от всех остальных мантр отличаются в ядовщие. Это наличие в них, так называемых бичер, семейных слугов. Эти бичер есть двух вариантов. То есть в буддийском и в буддийском. В буддийском чаще всего они открыты. Почему? Потому что кейбауса, тантра, она в большей степени направлена на освобождение в чистом виде. То есть на полное. То есть выход из определенных причинно-средственных связей, как бы, из круга перерождения. Поэтому, если кто-то обращал внимание, они почти всегда грили, шлили и так далее. А открытые слоги. В таблических мантрах практически всегда эти слоги заканчиваются с агусварой и аммамаской. То есть смыканием губ, прижиманием языка к нёбу и нозализацией, получающиеся опыты. Что называется Гриброма? Умм… Прин… За счет этого то, что происходит на уровне сознания, как зерна из этого бурца, они полетают в окружающий мир и начинают производить свою работу на уровне кармы и шарира, то есть причинных связей, на уровне материального мира, то есть какие-то причинно-следственные связи, и на уровне нашего физического тела в том числе. То есть мантры, которые заканчиваются таким образом, имеют свойство влиять не только на сознание, но и на материальный мир, на окружающий мир. Буквально пару минут у нас еще есть, то есть я обещал подарить одну практику, вот я обею подарю. Есть одна очень хорошая практика, она заключается в чтении одной единственной вещи. Но она с этой мантры некоторых поправления причитаем, ниже и заканчиваем. То есть если ее записывать, то записываться она будет так. Только эта И будет долго, а вот здесь будет стоять точка, чтобы говорить что-то так, и здесь мазализоваться. Важно еще, в санскрите буква Х, в нашем понимании практически нет. Она скорее озвучит как украинская Г. В этом украинский. Да. Что эта мантра означает? Ха – это Шива. И – это Йони и Шавки. То есть это Йони Мира, Матка Мира и Сердце Мира одновременно. То есть Кали Хри Дра. Вот. Вот. Звук Ра означает огонь. Помните, мы говорили о том, что Ра – Ра. Вот когда мы возливаем масло в огонь, он вспыхивает и тем самым соединяет земное и небесное, буроку и сладоку. Так вот здесь эта буква Р соединяет Ямову мужское и женское начало. То есть Шива, как первопринцип, мужское и Долга, как первопринцип, женское. Тем самым они соединяются вместе и порождают мир, что звучит как… То есть, если взять какао санкаршиной, да, вот как совершенно зафредельно вот эта Акада, которая в пространственной минимальной континне, если представить себе, как она звучит, как Ады и Акады, то, условно говоря, это не звучит. И вот когда эта вибрация переходит на более материальный уровень, получается, как гудят, например, все осветительные приборы, если их не определить хоть. То есть, как бы эта вибрация, она спонтанно возникает везде, где энергия начинает пронизывать в нечто материальное, там начинает подрагивать и издавать такое удивление. То есть, вот эта вот Эн – это залог того, что чистая энергия начала проявляться на земном плане. Она еще не развернулась, но она начинает. Так вот. Гри, кроме всего прочего, это еще и Хрид. То есть, Хрид означает сердце. И кроме этого, это приписывается богине по имени Гуганешвари. Гуганам означает бытие, то есть как таковое – сущие. Гуганешвари означает Гуганам Ишвари, то есть владычица всего сущего. Как это читается? Да очень просто. Вот мы садимся, ставим один палец сюда, чётко мы его соскаливаем близо к нему. И пытаемся произнести звук такой вот, чтобы он связинировал другой клетки просто. И если браться под пальцем, то важно поймать, что надо было. Вот так у нас будет звучать вот это И, которое здесь. Стоп, 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 стоп. Значит, И должно быть долгое. Что значит долгое? Есть звуки на один тактус и скрытие, а есть на два. То есть макро и две макро. Т.е. короткое А. А, длинное А. Точно так же и здесь. Т.е. не меньше, чем длинный мантры. На самом деле, часто в мантры с длинным, с длинным глазом и тянуть столько, сколько это конфликтов. То есть в данном случае послушаем. Т.е. ваше взаимодействие сейчас поднимает эту точку в сердце, услышит, как звук поднимается отсюда, и в этой точке начинает вибрировать. Отсюда, от ребраса, стоп на голову, вы произносите у вас саму крест. Ну, потом. И в конечном итоге вы смыкаете губы, прижимаете язык к ногу, нос, когда вы делаете в конце. Но так или иначе, после того, чтобы он был центр того, где вы это все произвели, это здесь. И вот. Т.е. что у нас мантра, кто у нас янтра, что у нас мудр. Мантрой является сам звук, который мы произносим. Янтрой является то, что мы визуализируем точку в сердце, только во время того, как звук ширится, мы представляем, чисто визуально, как вот эти вот лучи, да, и волны этого звука расходятся из нашего сердца, сначала заполняя нашу длинную клетку, а то в плоскости горизонтальной расходится его сердцем вперед, и заполняется сердцем. Т.е. это в данном случае будет наше янта. А мудро – это те телесные ощущения, которые мы будем на этот момент очень переживать. Ясно? Поставим пальцы сюда. И попробуем разок. До пола. Еще разок. Т.е. 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 Важно. Не столько даже само ощущение. Ощущение Важно. Сколько переживаний и осознавания качества этого ощущения. То есть, что есть в пути его. То есть, его первое, как-то и самое важное основное свойство – это безграничное средство. То есть, что может дать представление о сути этого абсолютно безграничного настроения. То есть, любое небо, если его открыть, отвлечь нас, чтобы на одном точке не было. Если мы ставим на берегу моря или океана, и смотрим на горизонт, это горизонт. То есть, без крайней степени. Или некий поднимительственный звук, который… Вот это суть этой мантры и суть того, что мы можем дать реализовать. Что бы мы в самом прочем. То есть, эта мантра не так простая. То есть, реализация реализации в сердце будет, по большому счёту, полнота реализации. Вы можете начать реализацию. Вот сопричастность к любви его. В общем, это может иметь разные уровни. Но даже если вы реализуете хоть чуть-чуть, если вы только на вкус это почувствуете, я возьму, что себе лучше смело сказать. То есть, да, у меня есть вот, там, какая-то антритическая сфотографическая практика. То есть, я знаю, по крайней мере, как Олана, или где-то, хотя бы, какого-то развития. И хотя эта практика, вот, одна из самых простейших, попробуют, попробуют, не прожигают. Вот. Ну, на этом, на сегодня все. Всем спасибо. Ребята, всем спасибо за участие. Спасибо ведущему. Ещё раз напоминаю, что это всё происходит в рамках проекта FreeLife. И я так думаю, что наверняка это последняя встреча в этом году в FreeLife. И я думаю, что мы уже с вами едимся после Нового года, после возвращения из Индии. Может быть, в Индии организуются вебинары. Но об этом будет уже известно тоже. Я буду об этом писать. И всё такое. Да. Спасибо.